Деньги на непредвиденные случаи На непредвиденные расходы планируются в бюджетах практически всех стран Евросоюза. В основном они уходят на компенсацию убытков от природных стихий, на компенсацию расходов из-за различных социально-экономических проблем или геополитических обострений. Эта практика в разных странах похожа. На ликвидацию последствий наводнений и бури в этом году из программы ушло 16 тысяч евро. Но при этом из самого фонда уже изъято 19 из 32 миллионов евро. Куда они уходят? Вот, к примеру, сегодня Министерство земледелия запросило из программы 120 евро. По словам министра, предсказать, что эти деньги будут нужны, он не мог. Это конкретный случай, когда домашние животные от болезни гибнут. И каждый конкретный случай надо рассматривать в течение месяца и оплатить. Вообще, африканская чума свиней обошлась этому бюджету в текущем году почти в 400 тысяч евро. Тоже из программы на непредвиденные расходы. Еще 420 тысяч Латвия проиграла в различных международных судах. Этого бюджет также не ожидал. Нельзя было предугадать победы наших спортсменов. Они получили около 300 тысяч евро. А 11 тысяч — счастливые родители тройняшек. Вот сегодня Минблаг запросил из программы на непредвиденные расходы 20 тысяч евро. На членский взнос Международной организации труда. Тоже экстренный случай. Экстренный, подтверждает министр. Когда начал падать еврокурс, Швейцария отвязала от евро свой франк. И потом взносы на участие у нас очень подорожало. Но никто не планировал, не мог планировать, что будет такая ситуация. Но есть такие непредвиденные расходы, которые можно было предусмотреть заранее. Например, расходы самоуправлений на содержание вытрезвителей. Чтобы компенсировать им затраты прошлого года, правительство выделило 153 тысячи евро. Эта статья расходов была известна заранее. Заранее знали и о грядущем юбилее — 25-летии принятия декларации о восстановлении независимости. Но и праздник оказался форс-мажорным. Выделили 200 тысяч евро. Не могу сказать, что какой-то из министерств пытается использовать эти средства злонамеренно. Тем более, что каждый запрос правительство рассматривает отдельно. Но я согласна, что порой отраслевые министерства пытаются финансировать политику своей отрасли с использованием средств на непредвиденные расходы. Когда просят деньги на мероприятия, которые можно было бы опланировать заранее. Из оставшихся в копилке на непредвиденные случаи 13 миллионов евро большая часть уже зарезервирована. Так, 3 миллиона уже предназначены на изменение оплаты труда педагогов. 5 миллионов отведены для компенсации расходов на проезд инвалидов в общественном транспорте. В итоге в Кубышке на оставшиеся 7 с небольшим месяцев года осталось всего 5 миллионов евро.